Невозможно представить себе Россию без Волги, так же как Волгу без Жигулей. Эти невысокие горы, вставшие на пути Великой реки, в памяти народа своеобразный символ мощи и непокорности. Недаром с Жигулями связаны сказания и песни о народных восстаниях, о Разине, Пугачеве. В молодости здесь бывал Владимир Ильич Ленин. Поднимался он на молодецкий курган, как истый волжанин, любовался окрестными дарями. Известно, что он с друзьями проплывал на лодке мимо этих суровых сковистых берегов. Много лет спустя, в годы ссылки и эмиграции, Ленин не раз вспоминал родную Волгу, Жигули. Мечтал о будущем преображенной России. Как воплощение ленинской мечты, теперь в этих местах встала одна из крупнейших в Европе... А на берегу рукотворного моря, образованного плотиной ГЭС, поднялся город Тольятти. Тольятти В Тольятти много современных промышленных предприятий. Но главным, определяющим лицо города, является Волжский автомобильный завод. Десять лет назад с конвейера сошли первые автомашины, получившие название Жигули. А сейчас их число перешагнуло миллионный рубеж. Завод продолжает наращивать темпы. Темпы, скорость, трудовой энтузиазм. Они определяют характер молодого города, его будущее. ЗВУЧИТ 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 С давних пор Волгу называли главной улицей России. Она и сейчас остается самой оживленной водной магистралью, любимым местом отдыха для тех, кто влюблен в родную природу, в красоту Великой реки. Редактор субтитров А.Семкин